Морозным субботним утром на открытом манеже спорткомплекса «Красная звезда» собрались любители и профессионалы зимнего футбола. 29 ноября стартовал открытый областной турнир по мини-футболу, посвященный памяти родоначальника и борца за здоровый образ жизни Александра Веретино. Вот уже 23 года подряд в холодные зимние месяцы омичей согревает это яркое спортивное событие. Развитие футбола продолжается. Те, кто играл в футбол, есть возможность себя проявить. Ну и молодое поколение внимательно смотрит за всеми ребятами, которые играют. Огромное количество болельщиков зимой приходят и болеют. Ну а то, что команда «Оша» делает много не только для футбола, а для общего развития омского спорта в омском регионе, конечно же, мы как министерство благодарим их и надеемся, что совместно будем проводить ту политику развития физической культуры на территории Омской области. Началось все в 92 году, когда президент компании «Оша» Александр Веретино организовал первые в Омске соревнования по мини-футболу на снегу. Тогда на спортплощадке «Локомотив» за главный приз боролись 10 команд. Последние 12 лет спортивные традиции брата продолжает Владимир Веретино. За это время уровень турнира значительно вырос. Это турнир – дань памяти моего брата, родного. Для меня это все. Два турнира, которые мы проводим, посвящены ему. Второе – он имеет высокое значение для всех спортсменов Омской области. Турнир проводится в течение двух месяцев. Более ста команд участвуют в турнире. Сегодня это самый рейтинговый турнир в Омской области. Отборочный этап 23-го турнира стартовал еще 1 ноября. Целый месяц команды боролись за попадание в основную сетку состязаний. Отбор прошли 32 команды. Среди них представители шести районов области и победители прошлого года – команды «Автомекс», «Салават Юлаев» и «Оша». После первого тура сложно сказать, кто есть фаворит. То, что вышло в финальную часть шесть команд из муниципальных районов области, это уже говорит о многом. Представляю, это команда «Тары», две команды из Москаленского района вышли, команда Одесского района, команда из Омского района, Одесского района и Азовского района. В конце декабря пройдут финальные встречи, на которых и определится главный обладатель переходящего кубка. Болельщиков ожидает настоящий зрелищный футбол. За главный трофей сезона будет биться каждая команда.